Часы Amazfit BIP, версия для Китая, анбоксинг. Такая мандовая коробка софт-тач, покрытием. Ну, в принципе, как и все, вот так вот выглядят часы. Это наклеечка, здесь док-станция, которая комплектуется часы и инструкция. Док-станция не отключается здесь от док-станции, провод запаян. Надо будет аккуратно, чтобы не перетерся. Вон там инструкция соответственно на китайском. Больше здесь ничего нет. Такие прикольные коробочки. Так, это откладываем. Amazfit. Док-станция. Опять же, ремешок софт-тач, покрытие на него. Сейчас люди жалуются почему-то, что он обтирается. Не такой, как на браслетах, ми-бандах первых и вторых был. Такая вот наклеечка. Док-станция. Так. На док-станцию ложится довольно-таки хорошо. Только с одной стороны можно будет положить. Плотно защелкивается. И пошел процесс зарядки. Зарядку лучше брать от компьютера, либо маломощную какую-нибудь. Включаем. Кнопка механическая. Здесь сенсорная либо механика. Включились. Готово. Циферблат. Выбрать как-то по-другому можно будет попытаться. Он пытается измерить пульс. Ну вот. Сравнение. Mi Band 2 и Amazfit Bip будет немного позже. Между прочим, уже существенное отличие за тот дисплей, который тут используется. При минимальной подсветке он нормально отображает время, дату. Все, в принципе, видно. А внизу присутствует такая маленькая надпись Amazfit по заявлению производителей. Это Gorilla Glass 3-го поколения. Стекло. Пластик довольно качественный. Далее посмотрим, какие будут тесты. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok